А теперь вы расходитесь, ребят, я взял, тут выдержу. Вот она какая. Это как раз та сцена, где Кощей Бессмертный показывает все свое могущество и злость. Размах рук сказочного персонажа достигает шести метров. В этот момент с героем едва справляются три кукловода. Один управляет головой огромной куклы, другой является правой рукой, третьей левой. И самый главный секрет – все действия артисты выполняют, что называется, вслепую. Это как одеть на себя мешок из-под картошки, в котором ничего не видно. В начале репетиции обо все спотыкались, все декорации опрокидывали, когда надо было ходить им. Спектакль «Царевна-легушка» основан на знакомой с детства народной сказке. Только действие происходит не в 39-м царстве, а в библиотеке, где работает главная героиня – молодая девушка. Это самая болотная лягушка, которая живет в книжках, в своих мечтах. И мечтаю о принце на белом коне. Я встречаю в библиотеке молодого человека, который мне очень нравится. Я пытаюсь с ним познакомиться, но он от меня сбегает. Автор постановки – режиссер из Рязани Валерий Шацкий, которого с Вологды связывает многое. Здесь учился, открывал много лет назад театр «Теремок». Потому охотно согласился поработать в родном городе. И это эксклюзив только для Вологджан. Бывают внешне, отличающиеся от стандартных эталонов красоты. Некий, как его мы зовем, серая мышка. И мир их удивительно прекрасен внутренним миром красоты. И тогда эта внутренняя красота преображает человека даже внешне. Как и в любой детской постановке, декорации в этом спектакле могут выполнять абсолютно разные роли. И трансформироваться из одного предмета в другой. Вот, например, с виду обычный глобус превращается в лягушкино болото. А в своем троне Кощей Бессмертный разводит огонь. А еще выезжают фонтаны с лебедями. В шкафу прячется море с рыбками. Автор декораций – лауреат премии «Национальная маска» художник Захар Давыдов. Так неожиданно для зрителей решил пространство спектакля. Ку-у-у! А вот и я, невеста твоя! Ку-у-у! История любви, которая, конечно, будет взаимной и случайной или нет, поставлена ко Дню всех влюбленных. 14 февраля в Театре кукол – генеральная репетиция. 15-го – Теремок готов стартовать премьерой с хэппи-эндом. И принц на белом коне будет. Все будет замечательно, как в жизни. Ирина Барышева, Николай Замараев. Новости Вологды.